Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, тему, на которую мы сегодня с вами поговорим, можно было бы назвать, наверное, так. Благословение Авраама и его последствия. Для начала давайте прочитаем с вами текст, который записан в книге Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Надо сказать, что это, наверное, один из самых известных текстов со страниц Священного Писания, наравне с такими, которые учат наизусть, как Иоанна 3,16. Оценить глубину того, что здесь началось, глубину происходящего, наверное, даже и невозможно. Мы с вами читаем, что Бог взял одного человека по имени Авраам. Он дал ему, мы называем это обетование, завет, но, может, более современное слово – обещание. обещание, что с ним в будущем что-то произойдет. И я здесь хочу подчеркнуть очень важную вещь. Когда мы говорим об обетовании Авраама, то речь идет об обещаниях без условий. Это так называемый безусловный завет. Почему? Потому что, когда Бог дает ему эти обещания, он не говорит ему, если ты не будешь это делать, или если ты не будешь мне последовать, и если ты не будешь мне послушным, то этого не произойдет. Как, может быть, в завете, который был с еврейским народом, или как в нашем завете с Машехом, тоже вы знаете прекрасно, что есть условия, что только верующий в Машеха может вступить с ним в завет. Аврааму никаких подобных условий не было поставлено. И это очень важно, на мой взгляд. Почему? Потому что таким образом мы понимаем с вами, что те обетования, которые Бог дал Аврааму, они должны исполниться в этом мире, независимо от того, какой был Авраам, какие были его потомки, какие сегодня мы с вами. Это важно, потому что мы видим среди обетований, о чем я скажу подробнее чуть позже, обещания Мессии, которого Бог пошлет в этот мир. Мне трудно себе представить, что приход Мессии зависел бы, ну не знаю, от каких-нибудь особенностей самого Авраама. Это могло иметь негативные последствия. Мы с вами знаем, не все в поступках Авраама было идеальным, так же, как в поступках всех мужей, веры и последователей, и апостолов. Итак, давайте разберемся в том, что здесь происходит. Бог обещает, что Он произведет от Него великий народ. У меня есть две параллели, которые здесь возникают на память. Первое, это когда Бог творил этот мир. Он взял из ничего, взял непотребное, прах, пыль земную и сотворил из него, из этого нечто величественное в качестве человека. И мы с вами знаем, что жена Авраама была неплодной, то есть ее чрево уже не могло рожать, да, было мертвым. И Бог из этого ненужного или непотребного начал творить нечто великое. Подобным образом, наверное, можно сказать и увидеть здесь намек на то, что происходило с мирием, но уже с другой стороны. Но Бог обещает сотворить нечто величественное, через что благословение произойдет на весь мир. Вот у меня две таких параллели здесь возникают. Итак, он обещает ему произвести великий народ. В другом месте написано, сочти звезды на небе, ты не можешь их счесть, так и поток. Или пересчитай песчинки морские, не можешь, вот так и потомство твоего будет. И сегодня мы, живя в 21 веке, можем сказать, что эти слова, это обещание, которое Бог дал Аврааму, исполнил. Дальше он обещает ему возвеличить имя его. Конечно, Авраам, наверное, был довольно известным человеком на Ближнем Востоке того времени, но только сегодня мы можем говорить, что в трех основных религиях на земле, исламе, христианстве и иудаизме, независимо от того, что между этими религиями во многом, очень многом нет согласия, Авраам везде почитаем. Его имя великое, как имя святого. Ему обещают благословить благословляющих и проклясть проклинающих, к этому я еще вернусь. Ему обещается благословить в нем все племена земные. Мы с вами понимаем, и Шауль так толкует этот текст, чуть позже мы еще об этом скажем, что речь идет о приходе Машихи, но я еще хочу раз акцентировать наше внимание. Бог давал это обещание, не ставя никаких условий перед ним. И это прекрасно, потому что иначе оно могло бы просто не исполниться, потому что жизнь как Авраама, так и всех его последователей и последователей еще здесь на земле полна неправильных поступков. Итак, как мы с вами прочитали, Бог обещал Аврааму благословить благословляющих его и злословящих его проклясть. И мы с вами знаем, что на протяжении истории существования еврейского народа появлялись периодические попытки решить так называемый еврейский вопрос. Это были люди, которые империи, которые пытались уничтожить подобно фараону, который нашел такой способ уничтожать еврейских младенцев. Нацистская Германия, Инквизиция, СССР со своими антисемитскими программами. Все так или иначе пытались решить этот вопрос. Но где они? Они были разрушены и пали. Я слышал многие свидетельства и частных людей, которые рассказывали нам, рассказывали мне, другим, о том, что они когда-то ненавидели. В частности, я однажды познакомился, не буду называть имени, с мужчиной, который возглавлял одну из нацистских организаций в России. И когда он раскаялся, он всегда со слезами рассказывал об этом, как сильно он ненавидел еврейский народ, и как в результате он оказался в глубинах сатанинских. И только благодаря вере смог оттуда выбраться. Но больше хочется говорить не о проклятиях, а о благословениях. Мы с вами читаем, что Бог обещает благословить благословляющих, и тому много свидетельств. Интересно, я обратил внимание вот на какую деталь. Все прекрасно знают, что в начале прошлого века Америку потрясла Великая депрессия. До сих пор есть дискуссии, экономисты не сошлись в едином мнении, почему эта депрессия началась, почему она закончилась. Это экономическое потрясение. Я не разбираюсь в экономике, но понимаю какие-то духовные истины. Поэтому могу сказать, я обратил вот на что внимание. Америка выходит из депрессии аккуратно, кануне создания государства Израиля. И это неспроста. И дело не только в том, что Америка стала домом для многих, бежавших от Холокоста, евреев. Дело еще в том, что Бог планировал использовать Америку, эту империю, для того, чтобы помогать государству Израиля. Почему я так об этом говорю? Потому что мы видим на страницах Священного Писания неоднократно, как Бог делал другие страны своим инструментом во взаимоотношениях с государством Израиля. Почему мы думаем, что Он сейчас не может делать так? Может. Да, Америка на тот момент была самой христианской страной, наверное, на земле. И она стала домом не только для еврейского народа и для многих евангельских верующих. И мы можем сказать, что это тоже в плюсе. Но в этом нет противоречия. Бог использует страну, в которой очень многие поклоняются Богу Авраама, Ицхака, Якова, через Ешоа, через Машеха, для того, чтобы помогать Израилю. Более того, и сегодня Америка продолжает быть этим инструментом, несмотря на то, что на фоне тех часто богомерзких законов, которые там принимаются, на фоне того, что люди и государство начало бороться с верующими, о чем много рассказывают мне, когда я бываю в поездках в Америке. Несмотря ни на что, она ему еще пока нужна, как вот этот инструмент. И больше того, я часто говорю своим братьям там, за океаном, что если Америка отвернется от Израиля, то Богу не будет нужды удерживать эту империю от развала. А мы знаем, что предыдущий, например, президент был, мягко говоря, не другом еврейского народа. Почему? Потому что у Бога есть план по отношению к Израилю. И вот тут я хочу подчеркнуть этот момент. Речь не идет о том, что у Израиля с Богом все в порядке. Речь не идет о спасении. Речь не идет о том, что Израиль как-то особенно благополучен и поэтому его Бог охраняет. Нет. Наоборот. Речь идет о том, что несмотря на то, в каком духовном состоянии находится Израиль, который не принял своего царя Имашеиха, Бог продолжает быть верным вот этому обещанию данному Аврааму и продолжает воплощать свой план по отношению к Израилю. И вопрос только в том, где мы по отношению к этим планам. Почему? Потому что это планы самого Бога. мы с вами прочитали. Бог говорит Аврааму в семени твоем благословятся все народы. Шауль, апостол Павел в послании Коринфянам пишет так, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. То есть он действует так, что это благословение данное Аврааму идет дальше, трудится дальше для Бога. При этом то, что касается самого еврейского народа Павел пишет в послании к римлянам в 11 главе 11 стихом такие слова и так спрашиваю неужели они приткнулись чтобы совсем пасть никак, но от их падения спасение язычникам чтобы возбудить в них ревность. Смотрите, с одной стороны Павел показывает нам что это был изначальный план Божий по отношению ко всем людям и семья Авраамова благословения Авраамова в Машихе открывается для всего мира. Но с другой стороны Павел подчеркивает что в Израиле должна возбудиться ревность от самого того, что это произошло. 12 стих Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычников то тем более полнота их говорит апостол Вам говорю язычникам как апостол язычников прославляю служение мое не возбужу ли ревность родников моих по плоти и не спасули некоторых из них Для Шауля Павла точно так же как для нас верующих Маших а сегодня очевидно израильский народ оступился и пал но это абсолютно не означает что бог перестал быть верен своим обетованиям данных Израилю он продолжает их воплощать я понимаю что сто лет назад было трудно об этом так разговаривать но сегодня мы видим как бог возвращает еврейский народ в землю обетованную готовя место и время для своего второго пришествия мы видим как евреи собираются как бог здесь благословляет как Израиль побеждает в войнах в которых враги тысячные разы превосходят их по силе только потому что бог действует на стороне Израиля но опять не потому что Израиль хорош больше того если мы с вами прослеживаем эту мысль через пророков мы увидим многократные доказательства того обещания того что перед возвращением Машеха на землю Израиль будет в худшем из своих состояний у меня здесь возникает параллель с тем что было с народом израильским когда выходили из Египта еврейские мудрецы раввины соглашаются с тем что Израиль находился на одной из самых низших ступеней духовной деградации единственное что там осталось еще по мнению мудрецов что они сохранили свои еврейские имена а так они все они пребывали в полном разрушении и духовном и тот факт что по мнению толкователей и на это есть намек в священном писании из Египта вышла только пятая часть евреев это лучше тому доказательство но Шауль пишет даже это падение должно привести к величию привести к величию не по состоянию самого народа а потому что Машех придет и сделает и если он сегодня приходит в жизнь отдельно какого-то еврея или нескольких Павел говорит это благословение для всех сегодня эти слова апостола для нас являются символом девизом нашего служения в Израиле мы хотим чтобы люди возревновали о Господе о Боге Авраама Ицхаке Якове о Машехе еще о Который родился по плоти евреям который пришел в этот мир будучи обрезанным соблюдая все заповеди жил как ортодоксальный еврей может быть даже равим мы хотим чтобы сегодня еврей живущий в Израиле принял это на веру и склонился пред своим Господом почему потому что вместе с Павлом мы верим что несмотря на то что возможно спасти только некоторых из них это приносит благословение для всей церкви обетование Авраамова продолжает действовать никто не может остановить Бога который пообещал и обязательно исполнит каждый из нас должен ответить себе как я отношусь к этим обещаниям и к этому завету Авраама с Богом посмотрите может быть мой урок по поводу антисемитизма называется Валаам Билам где я рассуждаю о духовных корнях как люди даже верующие люди верующие в Ешуа могут стать антисемитами я сейчас не буду поднимать эту тему я просто хочу пожелать чтобы благословение которое Бог дал Аврааму обещание которое он дал Аврааму благословить благословляющих Израиля пришло ко всем вам дорогие мои да благословит вас всех Господь ибо Бог хочет желает и жаждет благословить вас бащем еще Машех Амин Машех